Многие наши зрители часто пишут, что мол зачем вы рассказываете о том, чего не дали, но планируют дать из вооружения Украине, когда реально передадут, то тогда и будете говорить. И так и да, как пример история с передачей тех же танков типа Леопард 2 или Абрамс очень похожа на танцы с бубном, как и история с передачей ЗРК Патриот. Однако друзья так делают наверное все каналы, и дело тут не в просто лишь бы поговорить, а в том что нам лично да и многим зрителям интересна сама тенденция решения вопроса как это было с теми же сначала ПТРК Джавелин. Позже ЗРК Стингера, а позже и девайсами по заборе из тех, которых западные союзники передали Украине уже немало. И сегодня, у нас тем это танки Леопард 2, которые как вы наверное уже слышали Германия так и решилась передать Украине, но после официального одобрения США. А именно, если Соединенные Штаты Америки одобрят поставки немецких танков Леопард 2 в Украину, то партнеры ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства. Об этом в своем сообщении в Твиттер написала глава оборонного комитета Бундестага Мария Гнес Штракт Сумерман. Комментируя информацию немецких СМИ о том, что США одобрят поставки немецких танков Леопард 2 в Украину, Штракт Сумерман отметила. Это было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте Конгрессии и Сенатии. По ее словам, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину. Вам нужны танки, добавила она. В общем ребята, практически все эксперты в один голос говорят, что до нового года первые танки Леопард 2 будут в Украине. И сообщается, что вообще Германия способна без проблем поставить в Украину около 80 машин. И как говорят эксперты украинские экипажи, скорее всего, как мы это называем, по-тихому проходили обучение на этих танках. Более того, такие танки есть на хранении в куче стран Европы, так что вопрос только в решении. А главное, чиновник такого уровня, напомним, глава оборонного комитета Германии не стала бы просто так сотрясать воздух, да еще и в Госдепе Конгрессии и Сенате США. Так что, ждем Леопардики 2 в Украине, так сказать, под елочку. Санта-Шольц успехов в этом вопросе. Тем более, что они реально очень помогут украинской армии освобождать украинскую землю от Орды. И друзья, распространяем видео там, где только его можно распространить. Лайк им, подписываемся на все, что можно под роликом. И помогаем нашему каналу стать еще больше для охвата, еще больше аудитории. Потому как шось не то происходит с алгоритмами и соответственно просмотрами и помогаем нам достичь 150 тысяч подписчиков до конца года.